Тюменская арена Тюменец из основной сборной России на этой универсиаде может опасаться разве что соотечественников. Сначала Иван выиграл разделку на 10 километров классическим стилем. Он начал в спокойном темпе, а на второй части дистанции обошел Антона Тимошова из Московской области. Тройку призеров замкнул югорский лыжник Иван Кириллов. Отдельным бонусом для Якимушкина стал тот факт, что золотую медаль на шею ему повесил лично президент России Владимир Путин. Затем прошли преследования свободным стилем. Якимушкин взял второе золото. Он стартовал с гандикапом 15 секунд и планомерно увеличивал преимущество. На финиш пришел в спокойном темпе, уже никуда не спеша. Настоящая рубка была в споре за серебро. Тимашов 0,02 секунды выиграл у Кириллова. Такой хоккей нам не нужен. Игроки хоккейного рубина закончили серию 1-8 финала Кубка Петрова против Рязани. Сибиряки сыграли прагматично, вновь одержав сухую победу. На сей раз со счетом 2-0. И одними из первых в лиге оформили путевку в четвертьфинал. Однако то, что хозяева творили на последних секундах матча, иначе как дикостью не назовешь. Вот так по-мужски рязанцы завершали последние секунды матча. Впрочем, вряд ли они делали это по собственному желанию. Заказчики представления находились на тренерском мостике. Под стать наставнику Рязани была настроена и львиная доля собравшихся зрителей. В этот вечер на трибунах находился контингент, который явно забыл, что кодекс ВДВ в первую очередь гласит о мужестве, чести и отваге. Разбираться в случившемся предстыд комиссии ВХЛ. Рубин же вновь преподал сопернику первоклассный урок рационального хоккея, приносящего кубковый результат. Третья встреча оппонентов стала продолжением предыдущей. Подопечные Михаила Звягина применяли тотальный прессинг по всей площадке и де-факто не позволили создать сопернику ничего конструктивного. Несмотря на высокий накал борьбы, в первом отрезке обошлось без удалений. Во втором хозяева принялись выводить тюменцев из равновесия провокациями, но те в ответ продолжали гнуть свою линию. В итоге оборона Рязани сломалась на 26-й минуте. Атаку начал Станислав Тунхузин, затем Алексей Князев направил шайбу Илье Карлину, который поразил цель спиточка. Хозяева стали кипятиться еще сильнее, что гостям было только на руку, цепкую и тягучую. Но временами взрывную игру сибиряки показывали и в заключительной 20-ти минутке. Шансов у хозяев пробить Егора Назарова практически не было. В результате Павел Десятков вынужденно убрал с площадки голкипера. И за 14 секунд до сирены Егор Попов установил окончательный результат с передачи Тунхузина. Рубин идет дальше и ждет следующего соперника по играм на выбывание. Взяла разбег очередная областная спартакиада журналистов. Традиционно состязания открыли лыжные гонки, которые принял Центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». Работникам СМИ в этом году придумали испытания гораздо сложнее, чем обычно. Мужчины преодолевали 5 километров, женщины 3. И все это по спускам, подъемам и резким изгибам трассы, видевшей чемпионат Европы и Кубок мира по биатлону. Решил, что я пробегу 5 километров тоже нормально. Но на самом деле надо было максимум километра на 2 бежать. Потому что я даже не понял, как я эти 5 прошел. На половине мне уже было вообще кошмар. В лыжных гонках Тюменскую арену представляла команда из четверых сотрудников. Петр Майоров и Елена Старых в своих возрастных категориях завоевали золотые медали. Алексей Лоскутников забежал в цветочную церемонию, замкнув шестерку сильнейших. Молодой, да дерзкий, правда только на словах, Антон Сакерин занял досадное четвертое место. Изначально урокомитету предлагал пробежать десятку, потому что пятерка, даже силы-то по дистанции никак не разложишь. Ну, до нельзя, знаем же Мчужную Сибирь, так как постоянно работаем на трансляциях и изучили трассу вот прям досконально. А что пятерку? Пятерку пробежали легко, потому что был втягивающий сбор. Мы, во-первых, выезжали в горы перед началом сезона, то есть в сентябре. Нормально там продышались, неплохо. Но здесь непосредственно втянулись уже в эко-парки Затюменский, то есть были тренировки двухразовые. В общекомандном зачете ареновцы завоевали серебро. Золото у лыжников областного департамента по общественным связям и коммуникациям. Бронзе радовались сотрудники РТРС. На сегодня у меня все. Еще больше новостей о главных спортивных событиях региона вы, как и всегда, можете узнать на нашем сайте. До свидания.